А вот теперь я с удовольствием скажу нашим телезрителям, что сегодня в студии у нас в гостях заместитель генерального директора Государственного агентства по интеллектуальной собственности Андрей Попа. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. В общих чертах, да, мы что-то услышали? Да, в принципе, информацию видели. Может быть, еще сто, в двух словах, может быть, подробнее рассказать о деятельности AGP для тех, кто, может быть, никогда не сталкивался с вашей деятельностью. И знать, с какими вопросами к вам обращаться. Да, и в каких случаях необходимо обращаться к вам. У нас это государственное агентство, которое занимается выдачей сертификатов о регистрации товарных знаков, промышленных образцов и патенты на изобретение. Ну, конечно, и сертификаты на регистрации разных объектов индустриальной собственности и авторского права. Что касается, может быть, планов, может быть, совсем далеких, два года вперед, 18-е, 20-е годы. Есть ли у вас какие-то уже планы по, какие-то, может, приоритеты? Ну, то есть, существует план действий, да, как бы определенный. Ты можешь быть ждать, как Денис сказал, какие приоритеты на сегодняшний момент? Наши приоритеты – это развитие разной области, которые будут содействовать на рост экономики. И в том числе и продвижение разных новых объектов индустриальной собственности. Это и географические наименования. Мы хотели создать этот новый сегмент рынка, потому что вот разные продукты, которые вот они продвигаются под географическим наименованием, они продаются в три раза дороже, чем обычные товары. Поэтому мы уже начали как-то создавать систему, в том числе и о законодательстве. И на первом этапе, потому что сложно производителям вот начать регистрации вот этих объектов интеллектуальной собственности, начать их помогать в продвижении. Поэтому мы продвигаем разные товары с географическим наименованием на международном уровне. И на все разные мероприятия, которые или в Женеве, или в других странах, мы уже покупаем за свои деньги, уже продвигаем, даем дипломатическим представителям. И чтобы узнали о качестве, потому что вот все, это одно из условий, товары с географическим наименованием, они очень качественные. И у них есть особенности, которые могут производиться только на данном территории. На данной территории или Республики Молдова, или в определенных регионах Республики Молдова. Так, вот эта новость, то, что поедут все вот различные продукции, которые будут наименованием присутствовать, тоже название нашей Республики Молдова, да, она, конечно, требует особого отношения. В том числе и это. Кроме этого, кроме географических наименований, мы хотим создать в систему очень консолидированную систему об управлении правообладателей авторского права и смежного права. Эта проблема не только в Молдове была, но она присутствует во всех странах мира. И вот мы начали создать определенные условия для роста. И если даже несколько лет назад авторы, исполнители, композиторы не получали деньги или получали гроши, то они даже недавно, они нас благодарили, что вот... Процесс, в принципе, уже запущен. Конечно, если раньше получали по... Вот даже одна исполнительница говорила, вот раньше, вот сколько, пять лет назад или не получала, или потом получала три тысячи леев, вот сейчас, в прошлом году получала 36 тысячи леев. Ну, есть и исполнители, и Карлос Дрим, которые получили больше денег. Но это самое главное, что мы работаем в плане повышения вознаграждений, которые будут получать авторы, исполнители, ну, правовладатели авторского права и смежных прав. Ну, то есть это движение вперед, над которым вы работаете. Конечно. Но можно ли сказать, что сейчас, вот в цифровую эпоху, да, когда существует интернет, защищать интеллектуальную собственность стало гораздо сложнее? То есть есть ведь наверняка с этим определенные трудности. Однозначно вы правы. Основная трудность, икторая большая. Да, да, вот и особенно это в области, ну, скажем так, этот феномен называется пиратство. И мы в топ 5 самых... В Молдову входит? Нет, в топ, вот негативный топ. Я понимаю, что в негативный топ. Там 86% у нас... Разве ты, пиратство, законное скачивание и просмотры здесь информации, да? Вот именно поэтому и в данной области, но хотя прошлое исследование показало, что у нас было 92%. Ну, как-то мы снизили вот этот процент на 6%. Это хорошо. Ну, в данной области мы тоже работаем, поэтому даже мы 26 апреля... Когда был Всемирный день интеллектуальной собственности, да. У нас была... Выпустили другую компанию, стоп-пиратство. Стоп-пиратство, стоп-пиратство называется. Это что означает? Мы, наши коллеги, пойдут в более 60 лицеев и будут обсуждать с школьниками о негативных последствиях. Решили заняться юными пиратами, да? Ну, скажем так, кто занимается, скажем так. И даже не то, что занимается. Самая большая проблема у нас, особенно в области пиратства, да, что вот люди не осознают, что это незаконно. Вот скачивали фильм или музыку, они вот не осознают, что... Конечно, конечно. И поэтому мы работаем в данном... в данной области, чтобы изменили менталитет. Ну, самое главное, это школьника, потому что... Подрастающего поколения, да? Да, вы правы. И мы будем обсуждать про негативные последствия контрафакта и пиратства. Ну, кроме этого, будем искать еще другие решения, потому что не все зависит от нашего агентства. И даже мы начали переговоры с самыми большими крупными правообладателями авторских прав, особенно программ обеспечения, да, чтобы для Молдовы, вот, есть же территориальные лицензии, да, чтобы они снизили цену. Потому что, допустим, даже кто-то, если осознает, что вот не имеет права скачивать одну программу, да, ну, которая стоит 200 евро, да, То есть, исходя из возможностей. Из возможностей жителей данного региона, да. Жителей вот данного региона, чтобы снизили и с шаг же шагом, чтобы приучили не воровать вот эти приложения, вот все софты, а покупать. Ну, это более доступно для нашего региона цене. По доступному, это было бы отлично, конечно. Если говорить, я ведь понимаю, что деятельность зависит в том числе от наличия специалистов в этой области, да, вот на данный момент в Молдове, как обстоят дела? То есть, достаточно ли у нас специалистов, которые разбираются в вопросах защиты интеллектуальной собственности? На данный момент, конечно, у нас есть специалисты, потому что вот мы, наше агентство, мы ежегодно обучаем и прокуроров. Вот несколько мероприятий, которые обучаем прокурорам этой области, особенности интеллектуальной собственности. Обучаем и судей тоже. Потом обучаем и сотрудников разных агентств, которые занимаются тоже нарушением интеллектуальной собственности. Это вот мы обучали сотрудников агентств по защите прав потребителей. У них тоже есть некоторые обязательства в защите некоторых объектов интеллектуальной собственности. И кроме этого, конечно, мы уже обучаем и делаем разные курсы, там, советник по интеллектуальной собственности, которые даже любые адвокаты или другие специалисты могут участвовать в данном курсе. И получили в течение трех месяцев почти три раза в неделю. Они у нас обучаются особенностям и проблемами регистрации, защиты прав по разных объектам интеллектуальной собственности. Ну, исходя из того, что вы сказали, наверное, уже стоит надеяться на то, что, допустим, ситуация изменилась за последние 5-10 лет, потому что 80-несколько лет назад люди не особо верили в то, что эти законы работают. Они как бы приняты, вроде бы есть. Нарушать нельзя, что-то кем-то защищается, но при необходимости защитить свой логотип, фирму, бренд, ты сталкиваешься с непониманием и в судах, и то, что не готовые специалисты не понимают, что делать. Сходя из ваших слов, можно сказать, что ситуация изменяется к лучшему, да? Все-таки, если проходит подготовку дополнительную и прокуроры, и судьи, это означает, что... Да, но в последнее время, конечно, все видят продвижение в этой области, большой сдвиг, потому что даже если раньше они, разные даже предприниматели, не осознавали роль и необходимость регистрации даже тех же товарных знаков, то сейчас все знают. Потому что дешевле выходит регистрировать товарный знак, чем потом бороться с последствием о нерегистрации товарного знака, потому что есть другой феномен, который люди отслеживают, и потом, если бренд какой-то товарный знак не зарегистрировали, а он уже продвигается, они регистрируют, а потом требуют разные компенсации, или ущерба, или потом вот хотите, вам продам ваш товарный знак, но они не говорят, что ваш, они говорят, что им принадлежит, потому что им принадлежит сертификат регистрации. Но опять же, доказать потом сложнее, чем изначально позаботиться. И даже не самое главное, что сложнее. Вот даже я могу дать пример. Фармпредприятие, да, она пришла, ну, международная, да, пришла на рынок Молдовы с продуктом, да? Так. Уже продвигали, она, вот этот препарат находится в продажах в автеках, и кто-то вот отследил и увидел, что заметил, что они не зарегистрировали товарный знак. Он быстро вот регистрирует товарный знак, и потом, через, скажем так, через 8-9 месяцев предупреждает вот производителя, фармкомпанию, что вот вы нарушаете мои права. И поэтому я могу даже защищать вот этот товарный знак на границе, да? И вот блокировать импорт вот этого препарата. Потому что есть документация, получается, конечно. Да, 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 вы правы. И даже если он будет, скажем так, через 1 год, через 2 года будет отсуждать этот товарный знак, ну, уже намного дороже, он потратит на адвоката 1000 евро, это и время, и многое другое. А самое главное, если этот продукт даже в течение одного месяца не будет на лавках в аптеках... Это убытки дополнительные. Все, уже все, он, он, все, все инвестиции в продвижение, они будут... Теряют смысл. Теряют смысл. Поэтому уже в данных случаях, уже фармацевтические компании уже, даже если знают, что, и уверены, что выиграют в суде свой товарный знак, они уже дают определенные деньги, и по 5 тысяч было в случае евро, и по 10, ну, чтобы не потеряли вот лавку и время в аптеках. Сколько все-таки, Андрей, тонкости в этом деле. Я благодарен вам за то, что вы проводите всякие программы для того, чтобы и молодежь знакомилась с этими правилами. Потому что это важный момент, и от него не убежишь, потому что это приняты нормы во всем мире, и мы как бы стремимся тоже быть развитыми и продвинутыми. Поэтому я думаю, что там тоже необходимо будет рано или поздно тоже идти в ногу со временем. Спасибо большое, что вы провели это утро вместе с нами. У нас сегодня в гостях был заместитель генерального директора IGP Андрей Попа. Мы наше утро продолжаем. Ну, а вы, если у вас есть что регистрировать, не забудьте это сделать.